всем доброго дня сегодня у меня на ремонте сварочный инвертор wester mini 220t данный инвертор используется на нашем предприятии занимаемся конкретно еще и обслуживанием домофонов и используется он как раз в данном деле то есть где-то подремонтировать двери установить другие доводчики использовался он крайне редко так как где-то повреждают крепление доводчиков вообще крайне редко от силу он отработал часа полтора если даже не меньше гарантия естественно на него прошла большее время он просто находился простой то есть не использовался то есть при работе из инвертора до произошел хлопок достаточно хороший такой его сразу же отключили в общем вот последствия взорвался у нас здесь конденсатор то есть видно что он очень сильно нагревался так как оплавился то есть сама вот это вот пластиковая изоляция у нас хорошо так оплавилась в ремонте он не первый раз поступал с такой же проблемой взорвался вот этот конденсатор конденсатор был заменен но как я говорил необходимо менять все три конденсатора но почему-то заказали один и вот вышел из строй еще один конденсатор поэтому заказали уже два оставшихся вот такие вот конденсаторы 560 микрофарад 400 вольт данных конденсаторов достать было практически невозможно только в одном магазине то есть даже не под заказ где-то в специальных радиомагазинах либо на том же самом алиэкспресс нет заказывался в магазине 220 вольт как это не странно и они идут как раз на сварочные инверторы вестер то есть судя по всему проблема с конденсаторами здесь достаточно распространенная что именно на вестер поставляются конденсаторы поэтому сейчас буду менять оставшиеся два конденсатора естественно проверю нет ли у нас какого пробоя но это маловероятно единственное что проверить на исправность также диодный мост необходимо будет здесь постоянно еще проблема со шнуром то есть изоляция здесь лопается даже при простое когда его не используешь шнуры здесь достаточно низкого качества давайте посмотрим что у нас до диодного моста ставим на диодную прозвонку достаточно хороший слой лака на платье и так проверяем теперь диодный мост по крайней мере пробоя у нас нету приходится достаточно сильно давить иначе проверить здесь невозможно очень толстый слой лака ну пробоя диодного моста нету и судя по всему диодный мост в исправном состоянии также проверяем нет ли у нас короткого замыкания в перевесной части то есть на самих конденсаторах пробоя нету транзисторы транзисторы исправны то есть по крайней мере не пробиты ну и также проверяем что у нас на выходе также диоды у нас не пробиты изменяем изменяем местами да диоды у нас исправны и 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 припайке конечно тут начинает обгорать весь этот лак и выглядит здесь это не очень так красиво ранее я говорил что конкретно вот таких вот конденсаторов не купить в магазинах которые торгуют радиоэлектронными компонентами все дело в том что конденсаторы конечно найти можно 560 микрофарад на 400 вольт не проблема но они имеют диаметр 30 миллиметров в продаже же у нас конденсаторы 35 миллиметров и даже под заказ том же самом чип и дипе эти магазин там достаточно сцены у них спорные есть также даже под заказ нету поэтому конденсаторы пришлось ждать ну конечно доставили достаточно быстро примерно одна неделя так что думаю с этим аппаратом больше проблем не будет если конечно конденсаторы окажется опять же качественные не такие что отработали пару часов и на выброску они просто-напросто начинают греться и в итоге взрываются так как плата здесь была покрыта электроизоляционным лаком я также повторно покрываю вот таким вот лаком пластик 71 лак достаточно хорошо смывается тем же самым флюксов подключая через лампу накаливания аппарат запустился замеряем выходное напряжение 46,5 вольт конечно проверяйте его не буду там уже проверит другой человек так как у меня нету на данный момент непосредственно самих проводов то есть нету ни держателя нет ни байонета подключить я его не смогу для проверки поэтому уже отдельно проверится по сути здесь ремонта и достаточно простой смысла думаю снимать даже не было но вот качество аппарата аппаратов достаточно такое нехорошее поломаются они буквально практически не проработав теперь остается собрать данный аппарат ну и в принципе на этом ремонт будет завершён всем кому понравилось пишите свои комментарии ставьте лайки также подписывайтесь на канал спасибо за просмотр до свидания